Продолжение следует... Продолжение следует... Весьма слаб по отношению к нам. И, соответственно, если человек допускает себе нерадение, если позволяет своим чувствам разжигаться похотью, этими пожеланиями чувственного, услождающего, то тем самым как бы кормит сатану, и тот становится все более и более силен, и в итоге побеждает нас. Сегодня мы с вами будем слушать о том, что же делать, как научиться управлять языком своим. Самая великая лежит на нас нужда управлять, как должно, языком своим и обуздывать его. Двигатель языка сердца. Чем полно сердца, то изливается языком. Мы можем вспомнить здесь слова Святого Евангелия от избытка сердца, говорят, уста. Но обратно излившееся через язык чувство сердца укрепляется и укореняется в сердце. Поэтому язык есть один из немалых деятелей в образовании нашего нрава. Вот, оказывается, да, насколько важно следить за тем, что мы говорим. Добрые чувства молчаливы. Смотрите, какие удивительные слова. Молчаливы добрые чувства. Кто-то из святых отцов сравнивал, скажем, человека смиренного с колосом, наполненным зерном, наполненным пшеницей. Да не пустой колос, который так вот торчит вверх, постоянно себе что-то свидетельствует, а наклонен вниз. Так же вот, да, и смиренный человек. «Излияние через слова ищут боли и чувства эгоистические, чтобы высказать то, что льстит нашему самолюбию и что может выказать нас, как нам мниться с лучшей стороны». Тоже здесь очень хорошо подмечено. Как нам мниться, то есть как нам кажется. Действительно человек, скажем, горделивый, самолюбивый, постоянно пытается что-то говорить. Постоянно пытается вставить слово свое, да, засвидетельствовать о своем мнении. И, конечно же, человек в этот момент кажется, что он красиво сказал, все очень мудро, все очень точно, прекрасно выглядит. Но, в общем-то, жизнь свидетельствует, что чаще всего человеку лишь только кажется. То есть уже происходит некий самообман. Многословие в большинстве случаев происходит от некоего горделивого самомнения, по которому, воображая, что мы слишком многосведущие, да, то есть что мы много знаем, и что наше мнение о предмете речи есть самое удовлетворительное. То есть вот то, что много знаем, а еще все правильно понимаем. Так вот, неудержимо испытываем понуждение высказаться и обильно речу с многократными повторениями напечатлеть то же мнение в сердцах других, навязываясь таким образом им в учители, причем учители непрошенные. И мечтая иметь иной раз учениками такие лица, которые понимают дело гораздо лучше учителя. Вот смешно, но, тем не менее, ведь так и есть. Действительно, горделивое самомнение, которое понуждает человека, маните себе, что он знает, понимает. Постоянно человеку хочется сказать и много рассказать, буквально заставить всех принять его точку зрения. Сказанное, впрочем, относится к таким случаям, когда предметы речи бывают более или менее стоящие внимания. «Наибольшей же частью многоречие однозначительно с пусторечием. В таких случаях нет слов к полному изображению зол, происходящих от всего дурного навыка». В чем здесь суть речи? Благо, если хоть по делу говорим, то есть язык используем, действительно, ну вот нужно сказать, а то и чаще всего это пустая болтовня, пустословие, это пусторечие. И вообще многословие отворяет двери души, через которые тотчас выходит сердечная теплота благоговейнства. Тем больше это делает пустословие. То есть многословие само-то по себе предосудительно, потому что, ну, что много-то говорить. Помните, как Господь учил? Он сказал «да-да» и «нет-нет». Все остальное от лукавого. То есть человек говорит четко и по делу, не нужно много говорить. Так вот, у многословия бывает хоть по делу, а то ведь еще и пустословие. Все это пустошает душу, лишает душу тепла, тепла благоговейнства. Многословие отвлекает внимание человека от себя. И сердце таким образом, не блюдомое, да, то есть несоблюдаемое, не хранимое, начинает прокрадываться обычное страстное сочувствие желания. И иногда с таким успехом, что когда кончатся пусторечие, в сердце окажется не только и соизволение, но и решение на страстное дело. Вот какая может быть случиться беда. Вот от нашей болтовни что может быть. А ведь и правда так есть. Ведь многие могут вот это засвидетельствовать, что грехи мы свои в себе замечаем уже тогда, когда или сделали их уже, что это совсем уже свидетельствует о нашем каком-то помрачении. Совсем не понимаем, что происходит. Или в лучшем случае, когда видим, что грех во мне уже действует. Я уже грешу. Да, словом, делом, помышлением. Как уж получается. А почему так бывает? Почему так поздно мы спохватываемся? Так вот здесь нам указывается на одно из объяснений то, что много-многословие. Когда много человек говорит не по делу, он невнимательным к себе становится. Сердце его не охраняется вниманием. И дьявол, несомненно, этим пользуется. В пусторечии есть дверь к осуждению, клеветам, разносчик ложных вестей и мнений, сетель разногласий и раздоров. Оно подавляет вкус к умственным трудам и почти всегда служит прикрытием отсутствия основательного знания. После многословия, когда пройдет чад самодовольства, всегда остается некое чувство тоскливости и разленения. Не свидетельствует ли это о том, что душа и нехотя сознает тогда себя скраденной, то есть окраденной, обворованной? В общем-то, действительно, каждый может здесь опытно это увидеть, убедиться в этом. Много поговорил, и все, и устал. Усталая душа, тоскливая и разлененная, потому что стала она пуста. Если что, конечно, если что-то было в ней доброе. Кстати, вот эту разницу, наверное, может человек ощутить лишь только хоть как-то пытающийся жить духовно, скажем, да, молящийся. Помолился где-то, да, пребывает в тишине, в таком вот добром размышлении в дневчах божественных. Пришел в какой-то мир определенный внутри себя, а потом вот пал болтовней. После этого может испытать вот это бедственное состояние. Ну, конечно же, не стоит все это дело делать. Лучше уж, знаете, нам вот так, зная теорию, не пытаться это, да, вот это греховное, использовать на практике. То есть просто как бы нам этого не делать и постараться. Апостол Яков, желая показать, как трудно говорливому, да, то есть болтливому, так, наверное, более понятно, удержаться от чего-либо неполезного, грешного и вредного, сказал, что удержание языка в должных границах есть достояние только совершенных мужей, совершенных людей. Сказал апостол Яков, «Кто в слове не согрешает, сей совершен муж, силен обуздать и все тело». Язык, коль скоро начнет говорить в свое удовольствие, то бежит в речи, как разнузнанный конь, и выбалтывает не только хорошее подобающее, но и нехорошее, и зловредное. Поэтому апостол сей называл его неудержимым злом, исполненным яда. Причем яда смертоносного. Мы можем посмотреть это послание после Якова, глава 3, 8 стих. «Согласно с ним, и Соломон еще в древности сказал, от многословия не избежишь греха». Книга, притч, 10, 19 стих. И скажем с эклесиастом, вообще, что кто много говорит, тот обличает свое безумие, ибо обычно только безумный умножает словеса. Вот мудрость. Ведь не даром существует народная поговорка, что молчание – золото. Конечно, не всегда молчание должно быть, но многословия точно не должно быть. «Не распространяйся в долгих собеседованиях с тем, кто слушает тебя не с добрым сердцем, чтобы, надокучив ему, не сделать себя для него мерзостным, как написано, умножая словеса, мерзок будет». Вот тоже, смотрите, какая хорошая практическая рекомендация. Вот это та же ведь оно, если не касаться духовной жизни. То есть следи своими словами, чтобы даже с людьми нормально жить. А то ведь как оно получается? Наговорим, 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 ближних утомим, ближних расстроим своей болтовной, против себя настроим, разочаруем. Сколько еще вредного тут можно? Пречислять можно очень долго. «Остерегайся, говори сурово и высокотонно», то есть так надменно. «Ибо то и другое крайне ненавистно и заставляет подозревать, что ты очень суетен и слишком много о себе думаешь. Никогда не говори себе самому о своих делах или о своих родных, исключая случаи, когда это необходимо. Но при этом говори, сколько можешь, короче и скорее. Когда видишь, что другие говорят о себе с излишком, заставь себя не подражать им, хотя бы слова их казались смиренными и самоукорительными. Что же касается до ближнего твоего и до дел его, то говорить не отказывайся, но всегда говори, сколько можешь, короче, даже и там, и тогда, где и когда это требовалось бы для блага его». То есть вот можем опять же себе подчеркнуть, следи за своими словами. Старайся говорить поменьше, но говори, соответственно, по делу. Говори четко, ясно, чтобы не было вот этой пустоты, чтобы не было, как это говорится, чтобы не лить воду в речах. Вот такие строки мы с вами успели сегодня прочесть. Дальше будем продолжать читать главу 25.